В областном эфире программа тема в деталях в студии. Сегодня работаю я, Ольга Максимчик. Всем добрый вечер. Гость эфира. Дмитрий Павлович Горовенко, главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюза. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы говорим с вами о травмировании на рабочих местах и о фактах смертельных фактов на рабочих местах и по непроизводственным причинам. Если мы говорим с вами на эту тему, давайте будем приводить цифру статистики. Я хочу сказать, что у нас есть оперативные данные за 8 месяцев. Эти цифры я и озвучу. По этим данным у нас 14 случаев со смертельным исходом и 52 с тяжелым исходом. Это приблизительно на том же уровне, как и за аналогичный период прошлого года. То есть тенденции к улучшению пока у нас не наблюдается. Среди основных причин несчастных случаев у нас по-прежнему это неудовлетворительная организация работ, невыполнение своих обязанностей по охране труда, нарушение инструкции по охране труда работниками, ну а также эксплуатация неисправного оборудования, инструмента, машин, механизмов. Если анализировать выше приведенную статистику, то какие может быть отрасли остаются наиболее травмоопасными? И может быть вы приведете примеры, последние примеры по нашему региону? Ну, среди травмоопасности отраслей у нас по-прежнему лидирует сельское хозяйство, порядка более 35% от общего количества погибших и тяжело травмированных. Далее идут строительные отрасли, жилищно-коммунальное хозяйство и организации частной формы собственности. Ну, среди примеров можно привести из последних, это то, что у нас в конце августа произошел несчастный случай в организации Щучинского района, в Щучинском РУБЖКХ, когда проводились работы по установке герметизатора в колодце и в результате того, что произошла, скажем так, нештатная ситуация, и этот герметизатор был напором воды выдвинут обратно, прижал по предварительной информации ногу работнику, и этот работник был заблокирован и не смог оттуда выбраться даже с помощью своих коллег, в результате чего вода наполнялась в колодце и он погиб. Проводится расследование, да, несчастного случая, с участием технического инспектора труда профсоюзов, но уже можно теперь сразу сказать, что есть определенные вопросы как к организации этих работ, так и к выполнению. Также можно привести пример тоже из последних, когда в Новогрудском районе работник, назовем так, трудился у индивидуального предпринимателя, на объекте они с помощью грузоподъемного крана укладывали перекрытие, в результате одна из плит обрушилась и погиб вот этот вот работающий стропольщик. К сожалению, здесь целый комплекс у нас нарушений, это от оформления этого работника на работу до организации работ с повышенной опасностью, то есть очень много нарушений и хочу сразу обратить внимание руководителей, точнее руководителей частных предприятий небольших и индивидуальных предпринимателей, что вопросы охраны труда, они должны выполняться точно так же, как и для других крупных, можно сказать, строительных организаций. В вопросах безопасности нет различия какого-то, да, групповой несчастный случай. Это произошло у нас в организации Рубогродной энергоэнергии, Гродинские электрические сети, когда по причине некачественной разработки ряда допуска на проведение работ повышенной опасности произошло попадание взрывоопасной концентрации водорода и произошел взрыв. В результате этого взрыва пострадало 6 работников. Слава Богу, что с тяжелым исходом пострадал только один работник. Но в то же время здесь можно акцентировать, опять же, внимание на то, что у нас иногда возникает вопрос, надо, не надо применять там средства индивидуальной защиты, спецодежды. Так вот, более тяжелые травмы, ожоги получил именно работник, который был без куртки, спецодежды. То есть, у него более тяжелые ожоги получились. Те, кто был одет в спецодежды, у них это было более в легкой форме прошло. Также можно вспомнить такие случаи в сельском хозяйстве, которые у нас происходили летом этого года, когда при переливании бензина из металлического ведра в пластиковую канистру на заправке ожоги получил тоже водитель автомобиля. Сельхозпредприятия Зятловского района при использовании в поле, а в саду случайной подставки произошло ее обрушение и был придавлен сельскохозяйственным агрегатом тракторист-машинист сельхозорганизации Гродинского района. Опять же, неоднократно мы говорим о том, что при работе с инструментом ударного действия, молотком, необходимо использовать защитные очки. Ну вот, опять же, как подтверждение того, что не все у нас пока это выполняется. Такой случай произошел у нас в Щучинском районе в сельхозорганизации, когда один из работников трудился с молотком, работал, а другой придерживал. И осколок отлетел как раз тому работнику, который придерживал. То есть, ну, был без очков защитных в результате, получил травму глаза. Также мы неоднократно говорим о том, как необходимо проводить шиномонтажные работы. И вот опять в этом году у нас тоже произошел один пример, приведу случай, когда при демонтаже с полуприцепа спаренного колеса произошел срыв бортового кольца, в результате чего пострадал, тяжелую травму получил водитель автомобиля, организация Ашмянского района. Ну, и так далее, так далее. То есть, падение с высоты, опять же, забрался на шифер, лист шифера, шифер провалился, работник упал, получил травмы. А может быть тогда, Дмитрий Павлович, следующий вопрос. Встречаясь в такого формата, проводя встречи, мы вспоминаем роль алкоголя как причина или условие получения травм работникам. И эта проблема остается актуальной для региона? Да, вот в текущем году, как раз за истекший период, у нас эта проблема очень актуальна. Наверное, сказалась, опять же, ситуация с тем, что не совсем благополучная санитарно-эпидемиологическая была. В результате были сокращены мониторинги, проверки организации. Это отчасти расслабило, наверное, у нас и руководители организации, самих работников. И в результате у нас, опять же, оперативные данные, за 8 месяцев трое погибших и трое тяжело травмированных находились в состоянии алкогольного опьянения. Тогда как за аналогичный период прошлого года был только один тяжело травмированный. То есть рост очень значительный, поэтому на это нужно уделить очень большое внимание. Ну и опять же, среди таких фактов, которые у нас были зарегистрированы, это вот работник новогрудской организации, новогрудского СМУ проводил работы на молочной товарной ферме, на Кровле, в результате тоже провалился шифер, упал, смертельные травмы получил. Это было в начале года. Далее летом у нас на объекте в городе Сморгонь работник ЖРЭС, находившийся в состоянии алкогольного опьянения более 1 промилля, поднимался по стремянке на козырек подъезда, в результате упал, получил тяжелые травмы. Совсем недавно, вот в конце августа, произошел, когда в агрокомплексе Шилович, агрокомбинат Скидельский работник тоже находился в состоянии алкогольного опьянения и при подгоне скота получил удар быка, от которого получил тяжелые травмы. На данном этапе вы входите в привычный ритм проверок и мониторингов. Что под вашим сейчас контролем? На самом деле у нас, конечно, на количестве наших тоже проверок, мониторингов, вот эта санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире и в стране, она сказалась. У нас были, конечно, сокращены количество и выездов рейдовых групп, и мониторингов, проверок. Больше это старались проводить, скажем так, удаленно, когда была такая возможность. Но для охраны труда удаленно, это не совсем, особенно для профилактики травматизма, не совсем приемлемый вариант. Поэтому тоже в последние месяцы мы старались войти в такой более обычный режим. Но в целом за первое полугодие у меня данные есть. Мы посетили технические инспекторы труда профсоюзов 242 организации, в результате чего было выдано 214 представлений и рекомендаций на устранение почти 2000 выявленных нарушений и требований охраны труда. Ну и приостанавливались нами техническими инспекторами более 70 единиц неисправного оборудования, инструмента, машин, механизмов, которые угрожали жизни и здоровью работающих. А ваши ли проверки могут ли нам подсказать такую статистику по региону? Есть ли среди смертельных случаев на производстве факты, когда это произошло не по производственным причинам? Есть такие случаи, к сожалению, у нас среди причин, которые работники гибнут или происходят несчастные случаи на производстве, есть немалая тенденция последних лет, когда работники по состоянию здоровья умирают на работе. В июле умерли по естественным причинам 6 человек на работе. Все это мужчины в возрасте старше, в основном старше 40 лет. Ну, то есть проблема такая есть. Причина – это, например, сердечно-сосудистые проблемы? Да, в основном сердечно-сосудистые проблемы. Либо заболевания, которые имелись уже у работников, и это явилось следствием. Еще одна тенденция, которая была отмечена в нашем регионе, мы говорили о росте количества ДТП, скажем так, ДТП на рабочих местах. К сожалению, данная тенденция, она вот уже на протяжении даже последних двух лет у нас в области проявилась так более значительно. Значительно она сохраняется. И вот можно, опять же, привести пример, что за 8 месяцев у нас в результате ДТП и наездов погибло четверо работников, и три получили тяжелые травмы. Тогда как за 8 месяцев прошлого года было два погибших и четыре тяжело травмированных. То есть есть рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну и примеры, опять же, тоже могу привести, что у нас вот в результате движения машины задним ходом на объекте был совершен наезд на мастера ДРСУ-188, это Волковыцкий район, в результате чего тот от полученных травм скончался. Также на сельхозпредприятии в Лицском районе при выезде из здания после разгрузки соломы трактор МТЗ с прицепом совершил наезд на животновода, который был в состоянии алкогольного опьянения 1,7 промилле, и тоже после этого наезда данный работник скончался. Также еще один случай был в Волковыцком районе, когда унитарное предприятие 11, в результате отката автопогрузчика был придавлен подсобный рабочий, которому тоже были нанесены смертельные травмы. Ну, есть у нас ДТП, и когда виноват непосредственно управлявший автомобилем работник, такой случай у нас был зарегистрирован в Зельбинском районе, когда главный энергетик одного из сельхозпредприятий не справился с управлением, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего допустил опрокидывание автомобиля и получил тяжелые травмы. Хотелось бы обратиться к руководителям организации и руководителям структурных подразделений, работникам, и обратить внимание, что, к сожалению, невыполнение требований охраны труда у нас, как правило, приводит к несчастным случаям, а обезопасить себя можно как раз именно путем выполнения требований по охране труда. То есть это нужно не проверяющему, не кому-то со стороны, а именно самим руководителям и самим работникам. Потому что, к сожалению, когда в организации не выдаются средства индивидуальной защиты, соответственно, работник работает без них, трудится, и он считает, что ему можно нарушать и другие моменты требований охраны труда, и смолчаливого получается согласие руководителей. Вот это вот и приводит, опять же, к несчастным случаям, просто я привожу это конкретный пример, потому что у нас такой уже был, когда работника не обеспечивали в результате, он там нарушал трудовую дисциплину, и это все печально закончилось. Поэтому хотелось бы, чтобы, так как у нас, как правило, случаи типичные нередко происходят, чтобы наши люди, работники, руководители учились на чужих ошибках и не допускали их. Будем завершать эфир сегодня. Вам спасибо за беседу, а с нашими телезрителями я прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова